Души истины, и живи бездействы, И вся исполняя сокровища благих, И жизни подателю приди всевесевны, И очистены от всяких скверны, И спасти благое души ваша. Где батюшка? Пусть помолится. Отец наш небесный, мы просим Твоего благословения на это собрание. Прибудь с нами, не дай нам укладиться ни направо, ни налево, Но чтобы мы подвязались единодушно за веру евангельскую, Не за вымыслы человеческие, Сердца наши и помыслы направь к горнему, Чтобы мы были Вадимы Духом Святым, Слышали голос Духа Божия. Сжалься над нами и помилуй нас, Господи, Освободи от ненужной тяжести грехов. Всех доведи нас до желаемой пристани, До Царствия Божия, И навеки введи туда детей Твоих. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Проходи. Проходи. Мама. 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 Мой, что с тобой? Оля, боль. Паска будет. Да, дон, сучка. На, тебе. Мастер, я тебе где сказал, поди. Я вам все забрала. Аня, вы? Аня, вы? Аня. 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 Ты назад, пролезь, сам назад. Чего вам сказать? Я сейчас еду прищать болящих, поэтому долго не буду задерживаться с вами. Ко мне есть какие-то вопросы? Когда-то будете в этой ситуации? Буду так. Если жив, здоров буду, то в день Рождества Христова буду утром. Я сказал, день держать за четыре. Только давайте тогда не в восемь часов, а хотя бы с полдевятого. Там поезд приходит в начале восьмого. Я ночью там помолимся, отслужу там ночью и сразу на поезд и приеду. Рождество, значит, утром с вами буду тогда. Давайте на девять тогда. Давайте с девяти. Значит, вы вечером помолитесь, как в обычное время, в четырех часов. А утром, в субботу, в день Рождества, в девять часов, в девяти часам приходите. Литургии не будет, потому что я литургию уже в этот день не служу, две литургии батюшка не может служить. Поэтому никто, причастников не будет. Не готовьтесь. Не будет причастников. Там мы заканчиваем где-то будет на два часа, поэтому разговорим. И в четыре часа я выйду сюда. Тогда так вот будем. И мы в субботу вечером будем, и в воскресенье утром тогда. Вот так вот будет. Такой порядок будет. Ну вот. Так, еще что? Ничего нет? Нет. Ко мне. Так, мне делают замечание, что мы, Игорь Батюшка, стареем, говорит. Слух у нас падает. Ты громче говори. Но вы не забывайте, что я ведь тоже не молодею. Я не молодею тоже, ведь день от дня все это. Я, если тихо говорю, не поленость, а так и есть. Сегодня наука уже придумала много такого, что можно там глаза менять, что-то там, зрачки вставлять. Слуховые аппараты различные есть. И отечественные, и импортные. То есть можно выбрать какой-то аппарат. А вот чтобы голос как-то, такого я не слыхал, чтобы могли. Голос вот падает. И чтобы сделать какой-то аппарат, чтобы голос был громче. Я такого не слыхал, не знаю. Если кто знает, то подскажите. Я постараюсь купить такой аппарат, чтобы громче было. Поэтому, кто уже сильно, очень плохо слышит, то найдите аппарат. Или другое, что можем сделать, как где-то у нас микрофон, громкоговорители тогда. Но опять же, глухие это не все. У нас маленькая территория. Кто-то будет, значит, несколько глухих, а остальным будут уже... Это плохо, тоже когда громко. Это там, где большие храмы, и на улице, чтобы слышно было, делают микрофон. У батюшки там стоит микрофон на аналогии, и он говорит. Поэтому, где уже что-то, если непонятно, то потом спросите у меня. Я повторю, отвечу. Что если что говорила, непонятно, тихо показалось. Потому что больше, когда я начинаю выше, у меня тогда совсем перехваты-то я не могу даже уже и тихо сказать. Потому что уже связки-то это... Так, это что дали? Что дал? Ага, ты дал. Ладно, все, я положу только потом. Батюшка, а календари будут, нет? Календари обещали, обещали выслать. Я звонил, вот там секретарь Владыки пообещал, говорит, уже печатают, скоро, говорит, сейчас вышли мы. Можем ли как раз и к Рождеству придут. Календари такие же, как всегда были, по 35 рублей цена. Договорились мы так. 100 штук я заказал, поэтому будут в календаре. Хватит всем. Летушка, я вот из Италии поняла, тогда же сказали, что митрополит Далларион сложил себя полномочия. Опоминаете... Кто тебе наплевал в это в уши? Не знаю. Две недели назад говорили. И я не слыхал. Такого не слыхал никогда. Не было? Не было таких слухов. Не было. Снова я открою. Не болел. Не было никогда такого. То, что болел, болеет. А все болеют. Я читал, что письмо, он говорит, я не смогу к вам приехать. У меня, говорит, желание большое к вам приехать. Но по состоянию здоровья, я, говорит, вот только два месяца был там где-то в санатории на реабитации. Заменили одно колено ему, заменили. Сейчас, говорит, операцию будут делать на второе колено. У них там проще. Заболело. У меня хрустит колено, да хрустит уже несколько лет. Это все сильнее и сильнее хрустит. Уже больно нажимать на него. Ну, хожу пока. А там захрустел, он пошел, ему заменили. Да серьезно, вставили. И они опять ходят. Ну, меняет колено. Там можно заменить. Вот это это было. А то, что нет, такого нет. Не слыхал. Леночка, это не меряло. Так, что это, пощудивайся. Да, поэтому так. Так, еще есть какие ко мне вопросы? Кому надо еще Рождество разговлять? Не надо никому? Паранил, паранил, паранил можно, батюшка. И мне полпаранил. Ну, надо еще, я половину не могу обрязать. Оля Цивилова заказала. С кем половину возьму? Да, надежка. Ищите, тогда позвоните Татьяне Кузьминичне, она, я с ней буду связь иметь. Позвони Ольгу, я точно знаю. А ты кого найдешь, напарника себе, тогда звони, это так. Ну, все, прощите, я поехал. Миша, Миша. Золднирова, хорошо. Миша, я же, возьми, 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 возьми. Что, жирного? Ну, понимаете, вы как, мне не жирный, а если не жирный, будет синий, дохленький такой. Синий. Что ты, батюшка, такой, ну, как бы интересно. Принесешь, говорит, а у вас баран, говорит, он бараниной пахнуть будет, или? Ну, чем баран должен? Псиной пахнуть, что ли? Нет, у вас никогда не пахнут. Или свининой. Ну, баран, он, естественно, он и бараном должен пахнуть. Вот, чтоб не жирный был. Ну, как ты не жирный, как ты представляешь себе? Уберешь жирный, все, не разговаривай, пустое говоришь, пустое. Не, я объясняю, что так не бывает, что совсем. У нас ошибка нет, но нормально, здоровый, и все. Поэтому, какой уже есть. Кто уберешь, не нравится. Все. Я объявление на, буквально на полминутки. Люба Минаева привезет... Громче только говорит. Люба Минаева привезет кур по 140 рублей килограмм. Если кто-то будет заказывать, Галине Ивановне, пожалуйста, чтобы она записала. Или, или... Нет, запиши ты, Галина Ивановна, убежит. Линочка, запиши, кто будет записываться. 140 рублей килограмм. Примерно на полтора килограмма. Я номинальный ведущий, поэтому сразу передаю слово Игнату Тихоновичу. Игнату Тихоновичу, вот он, пожалуйста. Сразу по выступлению батюшки. Небольшая поправка. Я без этого не смогу. Относительно голоса. Значит, и раньше к этому стремление надо было показывать, пока молод был. Старость не может собрать то, что в юности не посеял. Если ты напрягался, кричал, как о вакууме, он до самой старости и в срубе будет показывать, и туда, как Бояриня Морозова полумертвая, будет показывать два перста. Операция не может подправить, но стремление может. Вспоминаем греческого философа. Он решил стать знаменитым в Греции, а голос слабый. Операции голоса не делают. Он не сказал, покупайте все слуховые аппараты. А он пошел на берег моря, в рот брал камушки и кричал так, говорил выступление, чтобы шум волн перекрыть. И сделался оратором номер один во всей Греции. А там нельзя было просто так занять это место. Греция была с самой высокоразвитой страной. Философы на первом месте стояли. Желание. Желание нужно показать. Почему я с плохим слухом в Покровском соборе слышу все, а здесь четыре шага не могу услышать. Выступают. Вчера смотрю вечером, четыре в хоре, но люди не пришли, потому что пятница, необычно так было. Здесь стоит семь человек. Как кем кто-то повернется, ну расстояние между ними полшага. И для них говорит полушепотом. Ты никогда не смотри, какая аудитория. Ты напрягайся, Бог тебе будет давать награду за твой труд. Это в житиях не раз было показано. Другой говорит, я петь не могу, а Божья Матерь говорит, а я смотрю, как ты стараешься. И давала им награду при выходе. Никто не видел, один святой видел, какую награду Божья Матерь дает. Певцам особое. Я относительно того, что те, кто читает, напрягайте силы свои. Когда меня хотели рукоположить священника, меня ни один архиерей вызывал для этого. Помню Рафаламия Ташкентского, напоминаю. Он мне тренировку дает. Громче я кричу, еще громче нет. Он тогда жезлом меня ткнул в бок, я сказал громче. Но я тогда как кричал на коров, куда пошли, во всю глотку. А больше не можешь. Я говорю, нет, ну дальше ты такой будешь. Вот и все. На каком ты участке поставлен, ни к чего не откладывай на завтра. А у нас этот принцип действует только за едой. Не откладывай на завтра то, что можно съесть сегодня. Мы слышали неоднократно о том, что есть рай и есть ад. И как попало, туда не попадешь. Ревность. Мы православные, не забывайте. У нас много есть, то, чего бы и не надо нам иметь. Но я православный. При названии православным я принял все, что здесь есть. Я за то, чтобы мощи были похоронены. Но они есть в антиминсе везде, я их признаю. Я говорю, посты не нужны, кроме Великого Поста и Среди Пятницы. Но я православный, все посты строжайше соблюдаю. Но у меня есть свое мнение, основанное на Библии. Никаких постах этих нету в Библии, даже слова ни одного нет. У нас не принято у православных произносить имя Господа Бога и Егола. Его заменили мудрецы, в кавычках скажу, именем Господь. Если говорим Господи помилуй, Егола помилуй звучит в оригинале. А у нас, когда появляются люди, которые называются свидетелями Егова, и говорят Егова, прости меня Господи. Она пишет письмо и говорит, это что, это имя от сатаны такое? Мы с рода не слыхали. Как земляне провалятся под людьми? Тысячу лет скрывали это имя. Хотя в оригинале это имя звучит совсем не так, Божье имя. Яхве. Для нас это странно очень. Это нас греки наделили такими именами. Иисус нет такого имени. Но мы привыкли. Ешуа. Первое и кратко Е-Ш-У-А. Ешуа. И меня евреи, когда встречают в интернете, они все говорят, Ешуа да благословит вас, так называемые мессианские евреи. Ешуа. Но это непривычно. Но ты знаешь, что Ешуа. У греков нет в алфавете буквы Ш. Ее нету. И он не может сказать Ешуа. Он назвал Иисус. И греческие монахи нас так научили. И я Ешуа не молюсь. Я молюсь только Иисус. Я так научен. Но внутри себя я знаю, в оригинале ни одна буква, ни две о чем спорят старобрядцы. Ни правы, ни те, ни другие. Мы даже и расставим все по своим местам. Нам Бог дал голову на высоте. Это светильник. А так глаза, это разум златоуз говорит. Даже крестное знамение некоторые все еще не могут правильно совершить. Крестное знамение. Крестное. Не то, что я вас в священе чувств на грудь ставит. Речь-то не о тебе идет, а о кресте Господа нашего Иисуса Христа, о Его воплощении. Господи. Два, три, один палец. Как ты научен, так и делай. Но на середину лба поставь. А почему на середину? А ты не рассуждай. Объяснение дали до нас. Меня когда в армию призвали, учебный называется комбинат, учебка, то сказали, честь отдавать так, когда головной убор. И ладонь должна быть прямая, и должна быть приставлена к концу брови. Вот где бровь. Вот так. Я не могу ни выше, ни ниже поставить. И за этим смотрел старшина. Не могут правильно крестное знамение совершить. Сложи три перстна. Двой перстна как-то. И солжи на середину лба. Дали на чрево, где пуп твой, когда ты оторвался от матери. А потом я объясню. Правое плечо, там где соединяется, и левое, точно левое. Вот оно налево. Что оно означает? Господь, Иисус Христос, глава всему. Ты согласен? Мы крест изображаем. Не забывайте, мы пошли к Голгофе. Это краткое, образное исповедание, как бы фоксимиле с Голгофы. Иисус Христе воплотился через Деву Марию, через чрево, а не через грудь. Чего ты выдумываешь-то? Чрево. Право. Иисус Христе, Сыне Божий, ты вознесся одесно. Одесно, это правая рука. Помилуй меня, Греша, помилуй с левой стороны. Чем? Голгофой. Крестом. Кровью его. Чего непонятно. А делать, когда ниже, то поперечину сделай. Получается, это поперечину, вот это прямо до груди. А она меньше, чем та, которая дал бы. Крест перевернут, и получается. А сегодня пишут, и один благочестивый человек нам подсказал, а мы, страшно подумать, сотни лет учили неправильно. Перевернутый крест только у колдунов, у волхвов, у экстрасенсов. А почему не указать, кто этот благочестивый человек-то? Кто-то до нас родился? Ну, нарисуй схему. Вот ты стоишь, отпечатай теперь. Ты увидишь, крест перевернутый. И поклонись так, чтобы рука могла пол достать. Поясной поклон. Если говорят, главы ваши преклоните, не надо сгибаться в пояс. Это поясной поклон. Главы это вот. Главу вот голову. Преклони больше не надо. Почему японцы учат, как кланяться? Они знают. С родственниками можно здоровиться вот так. С родителями дальше поклон сделать. С начальником еще ниже, с императором до земли. И ни один по-другому не будет. Чтобы смиток составить правильно, там как называют, ИКБ на это, они составляют ее, пять лет учат. А чтобы в кухольном театре работал человек, нужна практика 30 лет. 10 лет левой рукой, левой ногой. И так же. И кукла так работает, что рядом стоящие не могут поверить, что кукла живой человек. Моргает в интонацию, губы шевелятся. У нас все абсолютно везде по небрежности. Я об этом хотел сразу сказать сегодня. А потом у нас есть очень важные вопросы, которые они не могут сами решиться. И поэтому громкий голос, это твое желание. Вот услышать я не могу, аппарат мне не нужен. Чего с ним будут? Я слушаю один раз здесь. Два шага рядом не могу. Три. Я посчитал, тут больше четырех шагов нет на меня. Не слышно. А то не о батюшке речь идет только. Вот Игорь, вот Третьяков, он читает, я его слышу. Дебунова я слышу. Сейчас начал читать и брат Виктор, слышно. А почему? Все время пришлось мне зудеть под боком, говорить ему. Ты не для меня считаешь для Бога. Я читал про одного митрополита, о котором шла молва в годы советской власти, что он проповедует в Москве. Но однажды он выглянул, там всего две старушки стоят. Он говорит, для кого я буду стараться-то? Ну и пошел. И видит, бабушка одна уже на выходе идет и что-то про себя постарчески говорит, ворвочит, ворчит. Да, сказали, что проповедует тут митрополит Иларион. А он, как и все, молчит. Ох, 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 да через всю Москву я волоклась сюда. Да выходит, нигде не проповедует. Она говорит, прожгла меня. Как я мог пренебречь этими двумя бабушками? Христос одной из Тамаренко не пренебрег, сидел у колодца. Почему мы не ревнули? Мы так бегите, чтобы получить. Вы думаете получить? Ничего не получите. Некоторые не ходят домой, их уже списывать надо. Я Шишкова не вижу. Узнавайте каждый раз, кто не пришел. Звоните, узнавайте, какая помощь нужна. Мы никого не вербуем, не тянем. К нам в общину попасть года три надо проходить еще проверку. Пока всю Библию не будет знать человек. Мы не из тех, которые на улице кого-то ловят. Кого-то привезти, спрашивают. Я говорю, сходите на дом, узнайте, оденьте по форме. Голос громче. И на этом все. Маленькие даты. У нас сегодня 25-е. Через три дня будет пребывать день. И в Сарской, там, при императоре, еще до императора было, особый должность астронома учинили. А какая должность? Должность была такая, чем он год занимался, я не знаю. Он должен прийти и сказать, царь, день сегодня прибывает. А то царь-то мог забыть. И царь давал ему чарку, вина, и награду там, рубль какой. А уже 22-го июня он должен прийти и сказать, царь, день начал убивать. В этот день его тащили на конюшню, одну плеть ему давали, ну, еще что-то, какое-то наказание. Понимаете, мы смотрим и смеемся так, но ты из-за этого извлеки пользу. Ты помни, это память нам пробуждает этими чарками и плетями. Жизнь пошла на убыль, ты это знаешь? Но вот ты родился во Христе и жизнь твоя пошла на прибыль. Ты преврати это теперь в духовное, ты увидишь, как жизнь засветет другими цветами. Все будет по-другому. Я буду говорить о вещах совершенно как бы маленьких таких. Перед Богом памятно каждое слово. И вот однажды мне пришлось присутствовать на одном бракосочетании у старобрядцев. И вдруг родной брат у того, который венчался, сидит за столом, он встает и говорит, сейчас мы двух челок, я пойду с челками, два челка, влево и вправо, вот правый челок взял синий там или красный какой, это в них деньги ложить и те, кто за то, чтобы родился мальчик. А влево челок, это кто за то, чтобы была девочка. Ну как-то мудро вроде устроена. Я так и вздрогнул. Что ж ты делаешь? Да разве зависит это от тебя, от челков твоих? Да Бог не дать детей, и ты ни одного не увидишь-то. Так все и получилось. Я подумал только. Ни у того, ни у другого детей нет. Первый, который допустил это на свадьбе, развод. Развод окончательный, бесповоротный. Каждый нашел себе, говорится, гнилушку на стороне. А второй желает по-хорошему, а детей нет. А теперь уже помолитесь за нас, чтобы были дети. А я встал на молитву, и у меня все трясется. Я в тот день нарисовал перед глазами. Вы почему над Богом издевались? Перед Богом каждое слово пишется. Найди эти челки, загляни в них, что у тебя там есть? Челков много, детей нет. Как кто-то нет, все. И оба, те и другие, из плодоносных семей, где много детей. Эти дети не паралитики, их проверять не надо. Это живое семя, живая утроба, все живое, детей нет. Что может? Только плакать. И впредь никогда не допускайте цинизма, насмешки, там, где имя Божие присутствует. Не произноси имени Господа Бога напрасно, чтобы он не прогневался. Я громко говорю, достаточно? Да. У меня еще громче голос есть. У меня еще громче голос есть. Итак, научитесь чаще произносить имя Господа Иисуса Христа. Господи, Иисусе Христе, осыдьи Божий, помилуй меня грешного. Если сильно будет не в моготу, говори Иисусе, помоги Иисуса поминать. Если совсем не можешь, только повторяй Иисус, Иисус, и это уже действует на сатану, он имя Иисуса не может терпеть. Вот заметьте, имя Иисус, Новин, Иисус, и Рахов, святые. А священник во имя Иисуса-то не крестит. Вы никогда не думали, что у нас Иисусов-то нигде нет у крещеных-то. И зайдите в ЗАГС, скажите, у вас Иисус есть? Нет. А почему? Запрета на это никакого нет. Я стал думать, а что, до тебя никто не думал? Я не знаю. Я нашел, из святых есть только один Иисус, во время Петра Первого был, но он принял схему, не при крещении. А в схеме, сначала монах, а потом им еще раз переменяется. Иисус, Иисус означает Спаситель. Это имя особое, дашь ему имя, от которого будут падать демоны в обморок. Чаще произносите имя Господа Иисуса. Я вот сегодня, разрешите-ка, еще раз хотел показать. Я, конечно, костюм уже, уж увели его. Понимаете, вот это. Дай-ка, подержал бы тоже. Вот посмотрите. Держите. Вам известен вот этот инструмент. Четки. Называется четки. Вот они. Я еще раз повторяю. Не высокомудроство, а мне это не нужно. Скажу, это есть у буддистов, больше миллиарда. Два миллиарда мусульман, у Лестовка, ну у них по-другому, большее число, меньшее, но у всех вот это есть, четки называется. И у православных. А для чего это нужно? Душа с телом так связана, что наказывая тело, мы врачуем душу, говорит Иоанн Затаус. И поэтому, когда мои пальцы здесь перебирают, я каждый раз останавливаюсь. Мне не надо говорить, что я переработаю больше, я всегда десятку наброшу. Но я все время чувствую, что я как на пивзе. У меня в интернете выставили три тысячи, четыреста шестьдесят семь моих стихов. Больше ни у кого я такого не встречал. Их стихами-то нельзя назвать, но все понимают глубочайший смысл. Это в интернете мне говорят. Это понимают все. Где вы берете темы? Темы самые разнообразные. Я беру готовые. Вот. Все, что я достиг, я достиг через этот инструмент. И колени. Я перед Господом Богом стою. Вот. Каждое утро мы начинаем. Вот сегодня утром, что записал у нас вот Володя Паченко, уже все выставили в интернет, уже пошло. А вы посмотрели, как сектанты заходят, смотрят, и меня они пастором называют. Я говорю, я не пастор. Другие называют там священником. Я не священник. Нет, нет. Святой Божий человек. Что? Вот что. Заведите, любые горошины наденьте, сделайте. Нет, этого ничего нет. Я абсолютно уверен, что Бога обманывать нельзя. Если написано седьмикратно в день прославляю тебя, и нам сестра Юлия позвонила, дала по кофизме, вот заканчивается 30-го числа, я еще раз спрошу, кто получил от нее и не молился по разным причинам. Поднимите руки. Ну, один там где-то, два, три, ну, больше нет. Остальные, остальные молились. Видите, мы чего-то стоим. Это каждый день читать кофеизму с упоминанием имен упокой Господи в обительных небесных новоприставленных рабов Твоих, Пелагея, Михаила. Яко жити и сим, яко человек и согрешиша, ты же, яко человека любишь, прости их и помилуй, и вечные муки избави небесному царству и причастнику учини, и душам нашим полезное сотвори. И у нас все время рядом находятся люди, которые побуждают к этому нас, побуждают события какие-то. Вот об этом сегодня было говорено. Почему? Ты ставь вопрос, почему не раньше? Вы понимаете, что страна наша исчезающая. Вы в интернете кто не бывает, и книги не считаете, и газеты, вы даже не понимаете, что мы стоим на самом краешке исчезновения страны. Полностью. В течение одной недели этой страны не будет. Но согласно 17-й, 18-й главы откровениям, этот город должен быть сожжен. Говорят, какой? Я считал об этом и сам верю в это, что это Москва. Спрашивают, а вы доказать можете? В течение одной минуты. Город на семьяхах холмах. Это в Йемене город есть. Один Вашингтон, там Юр, и Москва. Больше нет. Это сходится. Но не один еще дальше. Напоило яростным вином блудодеяние все народы. А вот теперь этого вина-то ни у кого нет, только у Москвы. Это второй интернационал, коммунистическое учение и сегодня. И написано, город, от которого обогатились купцы земные и посыпали голову прахом и говорили, о, город. Ну, посмотрите, и какими миллиардерами сделали? Всю страну разворовали. Израиль лопается, все в Англию переводят, они не знают, куда деньги перевезти. Это Москва. Вы понимаете, есть имена, которые сами за себя свидетельствуют. Вот, считай, у пророка Исаии. Он говорит, родится ребенок, и ты его назови вот так. И дает имя из четырех слов. А в переводе так, погибель поспешает и далее. Мы говорим Ной. А что такое Ной? Ной означает залитой водой. Ну, образом так сказать. И он бегал, и мать кричала, залитой водой. А то мы не понимаем имя. Для нас Валентина, она ничего не значит. Валентина означает сильная, переведи ей. Если мы говорим Валентина, для нас просто звук. А у них она конкретно, ты же сильная, ну, почему ты ослабела, ну, как ты могла себя не поберечь? Мать просит ребенка, она получила ребенка, и она его называет Сам-У-Ил. Выпрошенный у Бога. И поэтому самое претенциозное имя сегодня, которое буквально вызов бросает в мир, это Михаил. А кто-нибудь говорит? Никто не говорит об этом. Почему? Оно переводится никто как Бог. То есть равного Богу нет. То есть все время равного Богу нет, равного Богу нет. Я говорю, равного Богу нет, подойди сюда. Вот так. А у нас Михаил. Нам ничего не говорит это имя, кроме того, что ему дали. Старайтесь называть по календарю, и тогда вы увидите, что что-то там тоже заключенное. Слава Богу, у нас некоторые называют так. И калерия, и полинария, и имена-то какие? Чудные. Не так, что Таня, Маня, Света, ты ищи то, что в календаре написано. И даже в календаре бывает несколько имен. И выбирал не отец с матерью. Иначе бы вот этого...